Hola amigos, на связи Матвей. Вот и я отпраздновал новый 2021 год, было всё замечательно, получил кучу подарков, включая микрофон, так что скоро будет на моём канале звук получше. Но в любом случае, сегодня не об этом. Да, как вы могли подумать, я реально занял топ-1 ровно в 12.00, точнее, ровно в наступлении нового года. Сегодня я вам расскажу, как я пришёл к этой идее, как я к ней готовился и самое главное, как я её реализовывал. Так что ни в коем случае не переключайтесь, будет интересно, также обязательно заранее поставьте лайк, такого ещё на ютубе никто точно до меня не делал. Ну а перед тем, как мы перейдём к сегодняшней теме, если вы впервые на моём канале, если вы так же, как и я, играете в Fortnite Mobile, да даже если вы играете в Fortnite на любой другой платформе, обязательно оформите подписку. Тут вы найдёте лучший контент по Fortnite Mobile в СНГ. Ну а если вы уже подписаны на меня, то ни в коем случае не стоит забывать, что на лучшая поддержка меня, это мой тегавтор и мотивкар в вашем ждём на магазине Fortnite. Смело водите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрины ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВК, ссылка в описании. Ну а если у вас нету ВКонтакте, вы также можете добавлять скрины ваших покупок с моим тегом в специальный канал в нашем дискорд сервере, тоже ссылку вы найдёте в описании. Ну а теперь, после первой небольшой саморекламы в 2021 году, хочу рассказать вам, как я занял топ-1 в Fortnite ровно в наступлении нового года. Да, конечно, идея мне пришла как-то случайно, то есть я вот смотрел всякие там тайминги, хайлайты там, в общем, по Fortnite, как люди там занимали топ-1 каким-то там ноу-скопом с 300 метров. И я подумал, а почему бы не занять топ-1 вот ровно в тайминг, чтобы попало прям в 12.00, чтобы вот ты занял топ-1 и наступил новый год. Ну и я, конечно, как только загорелся этой идеей, я сразу начал готовиться. Во-первых, так как за последние недели прошедшего года я вообще как бы в Fortnite не заходил, мне надо было зайти в игру и немного потренироваться. Конечно же, собирался топ-1 я взять именно в паблике, потому что, во-первых, там наименьшая концентрация внимания, а как-никак я праздную Новый Год в кругу своей семьи. Ну и во-вторых, это намного проще, потому что попытка будет у меня всего лишь одна. В общем, после того, как я начал тренироваться, мне также надо было знать точное время, сколько может максимально длиться катка в паблике. Я уже знал, что средняя длительность одного матча в паблике в Fortnite варьируется от 20 до 25 минут. Но время мне надо было рассчитать как можно точнее, ну а также оставить несколько минут про запас. Соответственно, чтобы это разузнать, я решил сыграть три победные катки в паблик подряд. Первую катку я должен сыграть как обычно. Вторую катку я должен был сыграть максимально быстро, чтобы максимально быстро взять топ-1. Ну и третью катку я должен был растянуть как можно дольше. По итогу у меня вышло 25, 17 и 27 минут соответственно. Но в это время я не включал само время подбора игроков. В среднем это составляет 2 минуты. Ну и если приплюсовать время подбора игроков, то тогда получаются такие цифры, как 27, 19 и 29 минут. Ну и если вычислить из этого всего времени среднее число, то это я решил принять где-то за 24 минуты. Соответственно, еще плюс 1 минута про запас. Я решил нажать на кнопку играть в Fortnite ровно в 11.35 по московскому времени. По расчетам тогда при любым обстоятельствам игры, если я конечно же не умру, я должен занять топ-1 ровно в полночь, когда наступит новый год. Конечно же, я не обделил вниманием данную часть видео. И периодически, специально для вас, я снимал моменты своей игры непосредственно перед Новым Годом. И конечно же, кульминация данного ролика я заснял, как я занял топ-1 ровно после того, как часы в Крымле пробили 12 раз и Путин высказал свою речь. Ситуация напряженная, много эмоций, так что давайте посмотрим на этот легендарный момент. Все родные собрались, сейчас еще полчаса до Нового Года. Я нажимаю играть, чтобы попасть именно в топ-1 занятие, именно в 12 часов. Все уже за столом, я подготовил Fortnite. Постараюсь играть в паблик достаточно мирно, чтобы как можно аккуратно, максимально аккуратно, чтобы не умереть, реально не просраться. Это очень важно. Короче, прыгаю в приятный парк, потому что находится... здесь, короче, проходил путь боевого автобуса. Здесь вон пару челиков, я не думаю, что возникнут какие-то проблемы. То есть, я думаю, здесь потихо... ой, блин, уже два. Короче, потихо мы здесь отсидеться, потому что реально, ну, второго шанса у меня не будет. О, вот только вот хотел сказать, что в приятном парке всех расстреляли. Осталось бы, прислал один чел, сейчас мы его, думаю, снесем быстро. У меня еще пинг высокий, и по мне с двух сторон фигачит. Офигеть, я его вынес! Это очень опасно, у меня другого шанса не будет, до нового года 20 минут. Ладно, сейчас бинты завязают, думаю, все будет нормально. У меня просто очень низкий пинг. Здесь интернет просто ужасный. Это, я не знаю, это, я реально хочу постараться взять топ-1 ровно в Новый год. Это будет тогда очень круто. Только что чуть не слился. Вот так вот пинг... Вот, вы видите просто пинг ужасный. У меня нет, у меня нет рез. Боже, как же я тупо сыграл, надо было сидеть дома. Да нет, блин. Ладно, сейчас вторая игра, максимально вот оперативно. 17... 17 минут есть. И только вот сейчас вторая попытка, я не знаю, вот реально, хватит у меня времени, потому что сейчас 43 минуты, и соответственно, ну не так уж и много времени у меня. Я вот прям не знаю, что делать. Прыгнул на полки и башни, я прыгнул на полки и башни, и, короче, всех там разнес. Осталось еще 37 человек, осталось 10 минут, жесть. Я вот просто надеюсь, что сейчас все пойдет нормально. Покажи, честно, меня. Вот я вот сижу вот здесь, по-моему, вот я вот тут, короче, вот просто сидим, толпой, в общем, в коридоре, потому что здесь интернет лучше всего, и то вообще высокий пинг. Я вот просто не знаю, что делать, потому что вот людей я вообще не вижу нигде. То есть надо побыстрее как-то заканчивать катку. Короче, смотри, уже Путин начал свою речь, на меня кто-то охотится. Осталось 17 человек, и я не знаю, мы, наверное, не успеем всех их убить, я у меня вот просто... никаких идей. Где этот чел еще? Ладно, все, давай. Все, пока, за ним топ-1. Фух, ну и вот этот момент. Пока он не настал, обязательно пишите в комментариях, как вы думаете, занял я все-таки топ-1 ровно в 12 часов под Новый год или нет? Я подожду. Ладно, все, погнали дальше. Это просто жесть было, типа, я... Блин, у меня руки просто трясутся, это было так сложно, то есть... Я, брат, под Новый год занял топ-1, и такого еще никто не делал. Я уверен, это просто жесть. Стоп. Эм... да. Это, конечно, все круто, но нет. Под Новый год я включил запись, да. Дело в том, я, к сожалению, слился прямо под Новый год, и... все. У меня не было другого шанса, а идея крутая, я не хотел ее забрасывать. Ни в коем случае не хотел никого обмануть. Мне самому крайне очень сильно обидно, что я придумал эту идею, я не смог ее реализовать, и вот хоть как-то, но выложил на канал. Идея крутая, подобного на ютубе еще никогда никто не делал, но и, видимо, мне тоже не суждено это сделать. Сложилось много всяких факторов, которые помешали мне это сделать, начиная от того, что, как-никак, это Новый год, и хочется его провести в компании с семьей, заканчивая ужасным интернетом на даче, из-за которой я вот как раз-таки и не смог взять топ-1 ровно под Новый год. Однако, хоть первый я это попытался сделать, так сказать, запатентовал эту идею, надеясь, может, кто-нибудь когда-нибудь ее сможет вот реально по качеству реализовать. А так мне вот реально было очень жалко расставаться с этим материалом, учитывая того, что это видео я анонсировал еще в прошлом году. В любом случае, не расстраивайтесь, у меня еще есть одна очень крутая идея, которая вот точно у меня выйдет, которую еще никто до меня на ютубе не снимал. И да, связана она с Фортнайтом и с Новым годом. Так что, опять же, подписывайтесь, чтобы ее не пропустить, думаю, выложите ее к следующей неделе. Ну, а так, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца, поставьте обязательно лайк, если этого еще не сделали, ну, а по традиции, с вами, как всегда, был Матвей, hasta luego.